товарищ офицер, я услышал тут что за углом кого ты избивают, я сказал правильно где там кого избивают, пойдемте со мной, пойдемте вот там человек офицер пожалуйста, офицер офицер, офицер офицер помогите пожалуйста, офицер вы понимаете что вы лжете? а это он мне сказал офицер почему вы не видели как вот там избивали людей что ли? офицер, 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 офицер Офицер, ответьте, пожалуйста. Офицер, срочно нужна ваша помощь. Офицер, очень срочно нужна ваша помощь. Нет времени ждать, офицер. Да, времени нету. Срочно, офицер, пожалуйста, помогите. Граждане, кому нужна необходима срочная помощь, подходите ко мне. Я хочу этого офицера полагаться. Вы тут задержание проводите. Да, у вас задержание. Я могу ответить на устные ваши вопросы. Мне нужна визуальная фиксация моего вопроса. Что, что, что? Скажите, пожалуйста. Офицер. Офицер, пожалуйста. Он уже договорился, что ему ничего не будет, я могу нарушать. Это все есть, так что. Офицер, пожалуйста. Офицер, товарищ офицер. Товарищ вице. Вот этот, смотрите, не хочет взаимодействовать с народом. Офицер. Товарищ офицер. Сейчас я приезжу человека в бронежилете к заборчику и сниму из... выстречу из кармана перчатки, после чего начну проводить ему обыск. Все граждане пять метров от места задержания... Так, пять метров, пять метров, пять метров. Раз, два, три, сейчас отхожу на пять метров. На пять метров подошел. Отошел на пять метров. Офицер, офицер. Офицер начинает обыскивать тело человека, после чего пощупывая его руки, ноги, тело, выкладывая все найденное для изучения. Офицер, офицер. 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 Офицер, вы, кстати, подвергаете нашу жизнь опасности заставлять нас на дороге стоять. Я вас не заставляю на дороге стоять. Не очень хочется на этом тротуаре стоять. Так, но если вам хочется, то стойте на томぐ уровень. А можно вот здесь, вот эти пять метров? Линейка там есть. такой по мере постоянно чесненько то что да 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 вот потому что кто то уходит из камеры чеснок чеснок а 5 часу кучку вот так вот вроде бы нормально в принципе здесь вот в пустыне стаса широкий шрифт выпадет офицер офицер я вас внимательно слушаю я не а и тема остатки как то что Да, мы вас не отвлекаем ни в коем случае, извиняемся. Работайте, благодарим вас. Мы к свободному офицеру обратимся, который не проводит процессуальные действия. Работайте, конечно. Благодарим вас. Ваш коллега может к нам подойти? Да, да, да. Может, ваш коллега. Да, просто он, я вижу, видим, что сейчас думает. Можете подойти, пожалуйста. Только здесь общественное место, много любви. Да, его уже очень... Он давно уже заткнулся так, стоит, долго думает, размышляет. Теорему, наверное, какой-то изобретает. Может, приход какой-то? Вы работаете, вы работаете, у вас, наверное, 5 метров. Тут даже больше 5 шагов, 5, то что есть 7 шагов. Вот если что, если попросите, то подальше. Ну, по-моему, тут приличное такое расстояние. Тут влезет автомобиль, долиной метров 5, как раз-таки. Мистер Олега, пожалуйста, постойте. Вы придумали уже теорему, офицер? Теорему уже изобрели? Вы там стояли минут 20, там изобретали, я думаю, теорему какую-то, наверное. Че, как поделитесь? Нет. А что, как? Нарушать-то больше будете или не будете? Товарищ офицер, здравствуйте, добрый вечер. Мне позвонили, просто вызвали меня сюда. Соответственно, я являюсь частным адвокатом. У меня, собственно, юридическое консультирование. Здесь оказались, соответственно, здесь оказались. Ни в коем случае не представление других, юридическое консультирование. Граждане говорят, что без спецсигнала... Граждане, а что ли, пожалуйста, извините вас, перебью, граждане, 5 метров. Да, граждане, 5 метров, 5 метров продадите, не нарушайте. И на дороге не стойте. На дороге не стойте, вот на тротуарчик, вот там. Мне просто сказали граждане, что вот... А кто вообще свидетелем, принц? Нет. А еще? Мы все, мы все. А видеофиксация есть? Вот, у меня есть. Да, у меня есть. А, хорошо. Ну, вот просто мне сказали, товарищ офицер, что вы припарковались, соответственно, к красной разметке без спецсигналов, и опознавательных, соответственно, звуковых, звуковых сигналов. Вот, например, спешили, вот, и я, как бы, юридическое консультирование с учениками оказываю, вот, в интересах общества, сам понимая, в этическом кодексе, все служим на благо общества наших граждан, на равенство перед законом, это все-таки наше принципиальное, как-то такое, вот, как вы можете понять, это наш принципиальный долг, равенство перед законом, вот, потому что, если все люди перед законом равны, то вы сами понимаете, что есть правонарушение. Перебью, вы можете сказать, индивидуальное юридическое консультирование этому обвинителю, который обвиняет какого-то из нас, кого-то из нас, я не знаю по поводу чего, но я вам сообщу о том, что вы не являетесь лишним адвокатом этого гражданина, который в наручниках. Я тот, который в наручниках, я про него вообще не говорю, ребята, я помогал, я помогал провести гражданское задержание, вы можете продолжать, как бы, уважаемые офицеры. Вы должны продолжать, я, 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 мы сейчас говорим с офицером, вот, то, что он нарушил, насколько я понимаю, дорожный кодекс по словам граждан и по видеозаписам, я, вы, как бы, выполняете работу, вообще к вам никаких претензий, ведь мы сами, вот этими всеми людьми проводили гражданское задержание, вот этого гражданского лица, которого вы сейчас проводите личные обусы, да, вот, вот эти люди провели гражданское задержание, так я понимаю, вот, поэтому к вам никаких претензий, вот, абсолютно нет, это работает, вот, а мне просто, как граждане сказали, что офицер второй, а, да, офицер, который присутствует здесь сейчас с нами, что он нарушил 62-ю, по-моему, в дорожном кодексу, да, за этой, вот, вот. Граждане 5 метров, вот, место задержания. 62-ю, насколько я помню, это, вот, парковка на красной разметке, где остановка стоянка закричена, ну, вот, вы знаете, я начинающий адвокат, вот, по-моему, раздеряющий закон, вот, вот, по-моему, представляю право, да, граждан, да, граждан, да, граждан, да, граждан, да, да, произошла какая-то ситуация, скажите, пожалуйста. Я не буду комментировать эту ситуацию. Ну, офицер сам второй не хочет проконсультировать, потому что он громко кричал, что ему ничего не будет за это. Вопрос не к вам вообще было, да. Ну, я вообще просто высказался. ПОНЕМАЮ, ПОНЕМАЮ! Офицер Олегро, если он еще раз наделает, то он может сейчас пройдет. Офицер. Офицер Олегро. 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 да, я верю, это был вам, я вас перебуждаю, опыт-то выживания. Заложите его машину, пожалуйста. Сейчас откуда-то, где-то обозреваемое, и застегну его ремнями, закрывая дверь. Нет, офицеры, вы же проводите оперативные действия, здесь никаких претензий к вам нет. Вы же видели, что к вам никаких претензий. Да, вы же проводите оперативные действия, потому что никаких нет претензий, конечно. Скажите, офицер. Здорово. Почему садитесь, а мы дальше не будем говорить, все? А что будет? А такие полицейские у нас, вот, разбирайте. Вы же старше его? О чем говорить? Вы старше его? О чем говорите, я слушаю вас? Говорю о том, что он нарушил дорожный кодекс, а штатуйте его. Нет, подавайте, если суд, когда в судебный будет процесс, тогда и будем говорить. А какой судебный суд, что тут? По школе сидит, кстати. По школе сидит, кстати. По школе сидит, кстати. Это, ну, парнира, что он бежал лавами. А, он перебирает. Что случилось? Да, офицер неправильно припарковался, вот, мы решили, как бы, ну, знаете, офицеры ездят, вот, наших там останавливают, обыскивают. А вы, чтобы жить, вы все избавляете? Конечно, видишь, мы белых халат, белых халат. Да, мы измерли прямиком. Да, да, да. Но, подожди, подожди, РМ-чики, братья, вы? Не понимаю, что мы говорим. Да, точно не совсем. Не понимаю, что мы говорим, что мы говорим.